Ленина Павловна Макеева попала в оккупационный лагерь ещё пятилетней девочкой. Три страшных года повлияли на судьбу и всю её жизнь. Шрамы на руках уже посветлили, но до сих пор напоминают о том времени, когда из-за голода маленькая Ленина с другими детьми делала подкопы под колючей проволокой, чтобы на время убежать из лагеря и найти себе пропитание. Тогда голод был главной причиной большой смертности. Селёдка, но селёдки не давали, а в бочках там на дне. Или же молока там была, или же может быть там соль, или там вот икра. И по чашке вот этого давали, и ходили. Рёбра наружу, и тут живот такие, с животами. В общем, питание было скудное, поэтому люди и умирали. А в воспоминаниях о долгожданном освобождении Петрозаводска смерть парня, который пережил концлагерь, но погиб от пули отступающих захватчиков. Ленина Павловна признаётся, что после войны в семье старались не обсуждать страшное время. Да, жалко, что вот бабушка и сёстры тогда умерли от голода. Ну что ж, теперь жизнь уже прошла столько, 77 лет. Остались только горькие воспоминания о том периоде. Сейчас в свои 86 лет Ленина Павловна ведёт активный образ жизни, борется за права бывших узников концлагерей, пишет обращение к депутатам, участвует в самых горячих проблемах Петрозаводска. К ней постоянно обращаются за помощью. Такую активную деятельность оценили в городской прокуратуре. Исполняющий обязанности прокурора Сергей Кокарев поздравил Ленину Павловну с наступающим праздником Победы. Дай Бог, когда всё-таки долгих лет жизни, вы всегда можете на нас рассчитывать, однозначно. Мы вам благодарны очень сильно. Поздравляю вас. Спасибо. Ленина Павловна говорит, что в свои годы ещё не всё успела сделать, и ей хочется совершить настоящий подвиг и дальше помогать людям. Наталья Ильина, Алексей Миронов, Служба новостей.